Добрый день, Тихонович. Добрый день. Это снова я, Алексей. Вот, слава Богу, Господь опять благословил, дозвонился. Вчера, в общем, я утром вам звонил, когда на работу ехал, а сейчас вот с работы уже еду. Дочку вчера ждал, не дождался, в общем, не приехала. Я вот что, хотел вот у вас вот спросить вот такой вот вопрос у меня. Я в детстве, меня вот родители все время отправляли в детский пионерский лагерь, Радуга называется, у нас вот по Домскому, в Чернолучии. Я там практически, ну, каждое лето, там, по два, по три сезона проводил. Вот, над этим пионерским лагерем был шеф, завод подъемных машин, на котором работал мой отец. И вот, значит, они на подоходные налоги построили вот этот вот пионерский лагерь. В общем, социалистическая собственность, можно сказать. Недавно я поехал туда, в этот лагерь, ну, чтобы посмотреть. И мне пришлось купить путевку за три тысячи рублей на одну ночь, чтобы вот туда свозить отца с матерью, чтобы они там погуляли немножко. И все, и оказывается, сейчас вот у этого лагеря есть непосредственный собственник. Вот, как бы, вот ваши отношения, вот я как бы вот слышал ваши ролики, что вот вам Горбачев вот даровал вот свободу, амнистировал вас. Ну, в то же время произошло такое просто, как бы, ну, расхищение вот этой социалистической собственности. Вот, вот как вы вот к этому относитесь вообще, вот в вашем, вот к этому понимании? Ну, как, мы сами все делаем. Но когда партия рухнула, у нас знакомый был директор, ну, там разобрали такие стулья на шарах, вот такие были. Три стула нам дали, простые. Все, больше ничего никогда не было. Я начальник детского лагеря, сам образовал детский лагерь, и его бессменный директор 45 лет. Тысячи... Я знаю, видно. Да, да, как, это, мне надо было построить что-то. Какое там постельное белье, все, матрасы, кормить, чтобы было интересно, купались, и никакого несчастья не было ни одного. Собираем ягоды, в воскресенье плаваем на лодках, на лошади катаются. Наш лагерь на весь мир прогудел. У нас даже из Канады приезжали. У них первая остановка была в Париже, а потом в Москве и Барнауле. Я видел, это слава богу, что вот вы занимаетесь детками, вот, это прям слава богу. Вообще. Ну так у нас другое. У нас же что, лагерь освещается, священник приходит, молится. Так, тихо, подождите маленько. Ну вот так вот, я подошел. Тут бомбят разные, нехорошие люди матерятся, что попало делают. Ну, бывает, но что ж. Так я за несколько, за три года в черный список занес у себя здесь 23 тысячи, кажется, человек. Это взять Путина, там, Мишустина и патриарха, так это меньше у них будет. И где-то, примерно, 260 роликов против меня составлено в интернете. Потому что я свидетельствую, мусульмане делаются православными. От моей проповеди сколько баптистов пришло, адвентистов, свидетелей Иегова называются. Ну и лютуют люди-то отовсюду. Я вот, вы знаете, вот, ну, я вам, как бы, вкратце тоже рассказывал. Вот я сегодня вот уже, ну, начал вот только сегодня, первая среда у меня пастная такая, как бы. Знаю, что надо среду-пятницу, среду-пятницу паститься. Вот, и я, как бы, голодал, у меня диабет второй группы. И вот, значит, я не ел, и у меня в 12 часов дня начинала страшно сильно болеть голова. А сегодня, вот, милостью Божьей, среда, вот, уже 2 часа дня, или сколько, даже не знаю, там, уже 3 часа, наверное. Вообще прекрасно себя чувствую. Вот это ж, какая вот милость Божья. Это ж надо так вот. И сегодня вот поеду опять, потому что вот не сдержался вчера, матерился вчера по телефону. И прямо мне так нехорошо на душе. И вот, поеду сегодня в 5 часов исповедаться. Да, исповедуюсь, вот, там это самое, вот так вот. В общем, тоже на начальном пути. А вот, вы знаете, сколько, вот, приходил, вот, и к баптистам ходил. И вот, знаете, такое было, вот, как вот написано в Писании. И бесы веруют, и трепещут перед Богом, да, вот, что-то такое. И, как бы, и веришь, и в то же время в миру ходишь, вот, это, все вот это такое вот. Вот. Ваши ролики все внимательно смотрю, смотрю за вас, вот, прям вот, то, что, конечно, это большое дело. Ну, и вас, как бы, не то, что, как бы, а вас Бог благословляет. Во имя Господа, как бы, вижу, что вот все, как бы, все благословенно. Все, слава Богу, слава Богу, только рад за вас, что, вот, у вас все идет дело, что люди, вот, слушают, что, вот, все такое, помощники у вас там есть, как бы, вот, с лагерем, как бы. Ну, конечно, я, вот, думал об этом, но, когда, вот, был в центрах реабилитации, я, там, бывшим, там, алкоголик, вот, всего лишь 12 лет я, как, не употребляю химических веществ, изменяющих сознание. Вот, хотел, вот, говорю, давайте его, там, в центре введем такое, что, почему люди, вот, начинают, возвращаются от центров и начинают, вот, опять употреблять. Почему? Потому что они социально не подготовлены, понимаете, вот, Игнать Тихонович. И вы, как бы, понимаете, о чем я говорю? Что он приходит, и все, он привык, потому что наркоман, он привык тащить, воровать, он привык, что что-то как-то там где-то украл, где-то что-то там. Он не знает, что надо заплатить за постель, за носки, за помыться, за покушать, за это надо платить, за это надо зарабатывать деньги, что они никак там, где-то не валяются, что надо трудиться, трудиться надо. Вот. И вот, как говорю, давай вот своему одному, ну, начальнику реабилитационного центра, говорю, давай сделаем вот социальное направление. То есть человек работает, конкретно выполняет какую-то, какую-то работу, как вот в православии, скажем так, служение, предположим, берет. И вот ему за это копеечку платить, чтобы вот он как бы эту копеечку чувствовал, что он заработал, чтобы взял эту копеечку, пошел, купил там себе простынь тоже там, чтобы поселить, или там что-то там приобретал, чтобы он понимал, у него понимание начало пробуждаться. А так, у меня одно что мне сказали, что, ты знаешь, не надо нам вот этого, нам, вот, родители сдали нам центр на полгода ребенка, вот, наркомана, предположим. Они знают, что ребенок в безопасности, все, там большой забор, с ним ничего не случится, все, там, он там не употребляет, он там здоровая пища выздоравливает, а возвращается. Все, он не знает, куда ему, что делать, я как себя помню, блин, куда, что, я привык, потому что я заработал деньги, зарплату получил, я выпил. Я там, что-то, какое-то событие, я выпил, у меня все было завязано на этом, на употреблении. Я жить-то не умел, я вот, только вот, мне 51 год, я только начинаю сейчас что-то, как-то, радость жизни какую-то получать. Ну, это все, конечно, слава богу, я вообще никто, и, как бы, я знаю свою, вообще, как бы, недостойность свою, это все, слава богу. И вот, занимаюсь монетами, и там, значит, пришел к монетнику своему знакомому, он говорит, а вы, говорит, наберите, Игнатий Тихонович Латкин, посмотрите, как вот. И я вот смотрел долго, я долго не решался вам так вот в WhatsApp'е с вами лично познакомиться. И я прям вот, знаете, такое вот дерзновение вот от вас почувствовал, прям вот, ну, я не знаю, как это передать, но все это слава богу. Я вот вам благодарен вот за то, что вот вы вот столько лет вот это вот, имеете это дерзновение, понимаете, и помогаете тем, которые вот только начинают на этот путь становиться. Здравого смысла, с богом. Так, Алексей, вы знаете наши порядки, мы разговариваем когда, у нас все выставляется в интернет, вы не против? Ну, я не против. Ну, я чтобы знать, чтобы заручиться с вашим словом, потому что вы же знаете, мы же открыто все сказали, я вам послал материалы. Так, вы молитесь вместе. Вот сейчас, если хотите, мы еще помолимся, и Господь прострет руку свою, может, сумеете ухватиться за нее. Ну, слава богу, ну, конечно, и вы как, приводите сейчас помолиться? Да, да. Я буду молиться вслух. Вы только назад отстранитесь, а то у вас только губы видать. Вы закрыли экран весь. А, вот так подальше. Да, 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 да. И когда я в конце скажу аминь, а вы согласны, скажете аминь. Эта молитва будет ваша. Ну, благодарю вас. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создава вы меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславец ты грешил. Господи, прости меня грешного и помилуй. Умоляю тебя, коснись души Алексея. И ему милость твою. Позволь остаток жизни посвятить для прославления тебя. Ты так велик и дивен, Господи. Ты не желаешь смерти грешника, но чтобы все пришли к покаянию. Тебе хвала, слава, счастье, поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все. Слава Богу. Вот мы двое молились, а Господь говорит, о чем двое или трое, согласитесь, я услышу. Так, все. Кончилось, отхожу. Все. Благодарю вас. Аллилуйя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok